Вашингтон против. В мире второй день не утихают споры по поводу запроса международного уголовного суда арестовать премьер-министра Израиля и лидеров Хамас. Совет Европы наконец утвердил план по изъятию доходов с замороженных активов России. Деньги пойдут на военную поддержку Украины. В Иране тысячи людей вышли проститься с президентом Ибрахимом Раиси. Причины крушения вертолета, в котором находился лидер страны, теперь должна установить правительственная комиссия. В Гаити после трех месяцев бандитских беспорядков открылся международный аэропорт. Говорит ли это возвращение страны к мирной жизни? Узнаем в Большом Ньюстоке. Здравствуйте! В эфире РТВА и Большой Ньюсток. В студии Юрий Кукин. Вместе с моими коллегами расскажем вам о главных событиях этого дня. Мнение западных стран по поводу запроса генпрокурора Мусс выдать ордера на арест Бенемина Нетаньягу и предводителей Хамас разошлись. Если в Париже сегодня заявили, что страна поддерживает суд и его независимость, то вот в Вашингтоне категорически отвергают запрос Карима Хана. О реакции мира на беспрецедентные события. Александр Павлов. Решение, которое вновь поделило мир напополам. Требование генпрокурора Мусс Карима Хана выдать ордера на арест лидеров Израиля и Хамас стало одной из главных тем дня. Одним из первых высказался фигурант. Дело, которое ведут следователи суда. Возмутительное решение прокурора Международного уголовного суда Карима Хана запросить ордера на арест демократически избранных лидеров Израиля является моральным оскорблением исторических масштабов. Это наложит вечно отпечаток позора на Международный суд. Израиль ведет справедливую войну против Хамас, террористической организации, которая совершила худшее нападение на еврейский народ со времен Холокоста. Запрос Хана называют документом с тщательно подобранными юридическими формулировками. Также он демонстрирует, что Мусс намерен решительно применять международное право ко всем сторонам вооруженных конфликтов, кем бы они ни были. И палестинские беженцы такой решимости рады. Мы хотим, чтобы международные резолюции исполнялись, чтобы они решали вопросы. Мы жертвы, хотя не имеем ничего общего ни с Израилем, ни с Хамас. Мы не Хамасы, не исламские джихадисты. Мы граждане. Я раньше работал в Израиле. В чем моя вина? Или вина моих детей? Или моих братьев и сестер? Или моего соседа? Почему мне пришлось покинуть свой дом? Моральный дух моей семьи не подорван. Ради бога, это так несправедливо. Аналитики отмечают, что Мусс впервые в истории начал преследование лидера страны, близкой к США. Более того, лидера этого государства поставили в один ряд с российским президентом Владимиром Путиным. Некоторые западные страны решения поддержали. Например, во Франции заявили, что Париж поддерживает Мусс и его независимость. А вот в Вашингтоне выразили негодование. Позвольте мне прояснить. США категорически отвергают заявление прокурора Мусс о том, что он ходатайствует о выдаче ордеров на арест высокопоставленных представителей израильских властей. На что бы ни намекал прокурор Международного уголовного суда, невозможно поставить знак равенства между Израилем и Хамас. Но очевидно, что мы должны сделать все возможное для обеспечения защиты гражданского населения. Вопреки обвинениям в адрес Израиля, выдвинутым Международным судом, происходящее не является геноцидом. Очевидно, недовольны остались и жители Израиля. Наибольшее негодование вызвало именно то, что Международный уголовный суд поставил Нитаньягу и Галанта в один ряд с предводителями Хамаса. Я выросла в Кфар-Азе. 7 октября были убиты мой брат и моя племянница. Моя невестка и три мои племянницы были похищены и освобождены в ноябре. Дома моих родителей, где я выросла, больше нет. И все, что у них было, тоже больше нет. Мы ведем тяжелую войну 227 дней. И сегодня на 227 день нам сообщили, что главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге, Карим Хан, требует выдать ордера на арест Нитаньягу и Галанта. В последние годы Международный уголовный суд пытается подтвердить статус бескомпромиссного и справедливого органа. Карим Хан успел заработать репутацию грозного прокурора. Первой его большой целью стал как раз президент России Владимир Путин. Но если то решение вызвало недовольство в основном только в Москве, то нынешнему противиться помимо США будут и западные страны, что выставит МУС как орган, готовый преследовать не только бывших диктаторов африканских стран. Карим Хан призвал Израиль действовать в рамках международного права еще в прошлом году. Я хочу подчеркнуть, что Израиль должен предпринять ощутимые усилия без всяких задержек для того, чтобы обеспечить мирных жителей основными продуктами питания и лекарствами. Мы получаем информацию, что медицинские операции проводятся как в каком-то средневековье. Кариму Хану 50 лет. Он британец. Свой пост занимает с 2021 года. В борьбе за кресло он опередил кандидатов из Испании, Италии и Ирландии. Хан – выпускник Лондонского королевского колледжа. Он защищал вице-президента Кении Уильяма Рута, которого обвиняли в преступлениях против человечества. Эта страна затем поспособствовала продвижению Хана в МУС. А еще был адвокатом экс-главы Либерии Чарльза Тейлора, которого признали виновным в военных преступлениях. Из-за этого дела Хан чуть не лишился возможности стать прокурором суда. И вот к 2024 году кажется, что Хан нажил крайне влиятельных врагов в лице Кремля и Белого дома. Александр Павлов и Никита Токарев. АРТВАЙ. Итак, с нами на прямой связи ближневосточный корреспондент АРТВАЙ Борис Штерн. Борис, привет. Есть ли четкий план действий, точнее противодействия в отношении запроса прокурора Карим Хана? Вот сегодня глава МИД Израиля Исраиль Кац находится с официальным визитом в Париже. Есть ли шанс убедить Францию, что МУС совершил ошибку? Юра, привет. Ситуация очень и очень, крайне, скажем так, сложная, несмотря на то, что второй день после этого заявления Карим Хана уже идет. Тема остается одной из главных в израильских новостях, в израильской повестке дня. Четкого плана, вероятнее всего, глобального нет. Убедить Францию в том, что МУС неправ, будет довольно сложно. Хотя Париж и Франция – это крайне неоднородная политическая структура. Возможно, Кацу удастся каким-то образом провести переговоры и объяснить позицию Израиля. Но, тем не менее, сегодня уже начала работать вчера анонсированная специальная группа «Штаб при Министерстве иностранных дел Израиля», куда вошли эксперты Министерства иностранных дел, Международного отдела Министерства юстиции, Совета национальной безопасности, которые через МИД будут контактировать с европейскими лидерами и объяснять израильскую позицию. Собственно, все, что произошло и все, что касается обвинений в адрес Нетаньяу и Галанта с израильской точки зрения, это фальсификация и попытка перевернуть правду с ног на голову. Израиль не устраивал голода в секторе газа. Израиль специально не бомбил и не уничтожал гражданские объекты. Речь шла о глобальных боевых действиях, при которых подобные жертвы, естественно, могут быть. И, соответственно, Карим Хан при первом посещении Израиля получил практически все документы, которые представляли полностью позицию Иерусалима. Более того, на самом деле, все должно было вообще произойти не так. Заявление, которое сделал Карим Хан вчера, должно было прозвучать максимум на следующей неделе. Сегодня генпрокурор Международного уголовного суда должен был появиться в Иерусалиме. Однако в этом визите ему было вчера в срочном порядке отказано. Судя по всему, он пока не имеет статуса персоны нон-грата, но в Израиле больше он не появится уж точно. Ну и самое главное, это, конечно, поддержка Соединенных Штатов. В Израиле очень надеются, что за вот этими эмоциональными заявлениями Байдена и ведущих американских политиков, как демократов, так и республиканцев, последуют очень жесткие санкции против тех людей, которые имели отношение к подаче этого обвинительного заключения. Более того, еще одна очень важная деталь, крайне мало упоминающаяся в СМИ, сам по себе момент, то есть сам факт подачи заявления, подачи просьбы выдачи вот этого ордера еще не состоялся. Он произойдет только на следующей неделе. Вчерашнее заявление Каримхана, это был какой-то упреждающий удар, который был ни с кем не согласован и действительно оказался для многих сюрпризом. Тем более, что в последние сутки в Израиле, например, обсуждают еще одну тему. Оказывается, шли очень серьезные переговоры с представителями Международного уголовного суда о том, что ничего подобного произойти быть не может. В общем-то, это полное нарушение всех правил игры. Чем закончится, абсолютно неясно, но в Израиле настроены крайне и крайне агрессивно по отношению к Международному суду и прокурору, который вот так всех уравнял в одном исковом заявлении. Юра? Да, Борис, ну и параллельно со всей этой историей с МУС, сегодня Израиль на официальном уровне подтвердил, что Вашингтон передал Иерусалиму конкретный план заключения мирного соглашения с Саудовской Аравией. Вот насколько этот план реален и в случае его реализации можно ли говорить о каких-то серьезных региональных переменах? Информация об этом поступила сегодня напрямую от израильского президента. Он заявил о том, что все, что говорили о визите Джейка Салливана, советника по национальной безопасности Белого дома. Это все правда. Салливан прибыл в Израиль уже после Саудовской Аравии. И, похоже, он действительно привез очень серьезный пакет предложений, которые, в общем, плюс-минус воодушевляют в Израиле политическое руководство и говорят о том, что мирное соглашение между Израилем и Саудовской Аравией вполне себе реально. Вот что заявил сегодня израильский президент. Я встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и услышал от него то, что позднее было опубликовано официально. Опция нормализации отношений с Саудовской Аравией находится на повестке дня. Мы должны сделать все для того, чтобы воспользоваться этой возможностью. Она открывает для нас перспективы исторических перемен, которые могут привести к победе над империей зла. 7 октября империя зла стремилась сорвать этот процесс. В конечном счете мы ведем войну не только с Хамас. Речь идет о стратегическом и историческом противостоянии сверхдержав. И мы должны сделать все, чтобы найти свое место в процессе нормализации. Процесс нормализации многоступенчатый. Израиль должен расширить таким образом коалицию против Ирана, включающую США и другие страны региона. В случае присоединения к этой коалиции Саудовской Аравии региональная ситуация может выглядеть совершенно иначе. Инвестиции миллиардов долларов в газу из Саудовской Аравии под контролем Израиля – это тоже один из пунктов. Сделка по освобождению заложников в рамках соглашения о прекращении войны и продвижение политического соглашения с Хизбаллоей – это тоже предусматривает план нормализации отношений с Ирлиадом. Израиль должен взамен согласиться на окончание войны в Газе, включая освобождение всех заложников, готовность правительства Израиля продекларировать к политическому решению о создании двух государств и создании демилитаризированного государства в секторе газа. Причем непонятно, то есть речь идет о том, что сектор газа – это все-таки часть палестинской автономии или это отдельная независимая структура. Удалось ли Саливану убедить Саудовскую Аравию в том, что такой план можно реализовать и необходимо это сделать? На самом деле, похоже, все-таки остается большим вопросом. При этом, несмотря на все дипломатические усилия в регионе, боевые действия, например, в секторе газа продолжаются, несмотря ни на что. Ни Международный уголовный суд, ни Саудовская Аравия, ни американцы, ни европейцы на все это не влияют. 227-й день войны заканчивается так же, как и предыдущие дни. Похоже, что быстрого прорыва во всех этих историях ждать просто не приходится. Юра. Борис, спасибо. Ближневосточный корреспондент РТВА и Борис Штерн был на прямой связи со студией. Иерусалим не обсуждает с Москвой вопросы о будущем устройстве сектора газа. Об этом РТВА и в программе «Специнтервью» рассказала посол Израиля в России Симона Гальперин. Я делюсь этим же взглядом на будущее газа и на будущее палестинского авторитета вообще в моих переговорах с моими российскими коллегами. Но мы не ведем переговоры с Россией о будущем. Я думаю, по-настоящему, что это очень рано в данный момент говорить, кто и как будет директировать газу. А вот в чем можно быть абсолютно уверенным, подчеркнула посол Дакета, в том, что Хамаса на территории Анклава не будет. Это была цитата. При этом Израиль, по ее словам, в сектор газа возвращаться не собирается. Полное интервью с послом Израиля в России Симон Гальперин смотрите уже завтра на YouTube-канале РТВА и новости. Один человек погиб в результате атаки беспилотника по Белгородской области России. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, удар дрона пришелся по гражданскому автомобилю. Всего в момент взрыва в машине находилось 4 человека. Остальные трое были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. В Минобороны России при этом отчитались, что всего в небе над регионом было уничтожено 3 беспилотника, а также снаряд, выпущенный из ракетного комплекса «Ольха». Также в ведомстве заявили о поражении этим утром аппарата над Курской областью. Там о жертвах и разрушениях не сообщалось. Свыше трех тысяч заключенных подали заявки на службу в Вооруженных силах Украины. Закон, который позволяет осужденным по нетяжким статьям отправляться на фронт, президент страны Владимир Зеленский подписал еще в прошлую пятницу. А уже в субботу в Украине начали действовать основные нормы по усилению мобилизации. Пополнить ряды ВСУ Киев стремится на фоне наступления российских войск. Подробнее об этом в материале РТВА из Киева. Ночью беспилотники атаковали шесть областей на юге, в центре и востоке Украины. Командование воздушных сил заявило, что сбито 28 дронов из 29. ВВС уже шестые сутки подряд сообщают о том, что были поражены практически все цели. Однако в Харькове прозвучала серия взрывов. По данным военной администрации, в четырех из восьми районов в частном секторе ранены пять человек. В Немышлянском районе в результате взрыва загорелись два частных жилых дома. На месте к медикам обратилось пять человек, пережившие стресс. В Шевченковском районе было попадание по территории парка. В Салтовском – попадание по частному автомобильному предприятию. В результате взрыва повреждены 25 автомобилей, грузовиков, автобусов. В индустриальном по открытой местности. Пациенты в крайне тяжелом состоянии. Все они находятся в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких. Для некоторых из них планируется на завтра плановая повторная операция. В Херсонии и области накануне ранены 11 человек, попавшие под обстрел. Артиллерийскими ударами поврежден 21-часный дом. Сгорел гаражный кооператив. Днем погиб работник автомобильной компании. Не успел добежать до укрытия. Ключевые события на фронте разворачиваются на севере Харьковской области. Проект «Дипстейт» в аналитической записке говорит о продвижении россиян в районе города Волчанск. Украинский генштаб утверждает, что интенсивность боестолкновений упала вдвое, а силы обороны контролируют 60% города. Российские военные паблики пишут о том, что бои идут уже в центральные части Волчанска. Региональные власти заявляют о стабилизации ситуации. Накануне российские войска перешли границу на четвертом участке, на севере Харьковской области. Это 15 километров к востоку от Волчанска. Накануне сообщалось о третьем новом направлении – западных окраинах города. Полиция и спасатели начали организованную эвакуацию жителей приграничных районов Сумской области. Госпогранслужба опубликовала сообщение о том, что наступление россиян в области может начаться в любой момент. Американский институт изучения войны отмечает малочисленность российской группировки, однако даже 10 тысяч хватит, чтобы оттянуть часть ВСУ с приоритетного Донецкого фронта. 700 тысяч военнообязанных обновили свои данные за трое суток действия закона об усилении мобилизации. Все мужчины от 18 до 60 лет обязаны предоставить центрам комплектации свою актуальную информацию в течение двух месяцев, в противном случае штрафы и уголовная ответственность. Акцию протеста проводят дальнобойщики, сотни фур перекрыли часть трассы в сторону Одессы. По новому закону практически всех их могут мобилизовать. Мы обычные люди, также граждане этой страны. На нас эта страна в принципе держится, а не на них, толстопузах, взяточниках. Пожалуйста, присоединяйтесь, распространяйте призывы. Это трасса Киев-Одесса. Компания Укрэнерго ввела аварийные графики отключения электричества по всей стране. Света в домах граждан не будет на протяжении 7 часов. Массовое электричество в Украине отключают уже три недели подряд. Как правило, блэкаут начинается после 17 часов. Энергетики объясняют, импорт не способен покрыть дефицит. С начала месяца и до сентября на обслуживание отключают энергоблоки атомных станций. А тепловая и гидрогенерация разрушены на 90 и 80 процентов соответственно. Максим Плоткин, РТВА, Киев. Министр иностранных дел Германии Аналина Бербак приехала с необъявленным визитом в Украину, где посетила одну из разбомбленных теплоэлектростанций. Здания и оборудование были повреждены после ракетного удара еще 11 апреля. С тех пор рабочие государственные компании «Центрэнерго» разгребают завалы и пытаются провести хоть какой-то ремонт генераторов. Но сделать это чрезвычайно сложно, так как большинство украинских теплоэлектростанций были построены еще во времена Советского Союза. Найти необходимые запчасти, как и новые системы ПВО, Киев надеется с помощью европейских партнеров. Энергетическая инфраструктура – это то, что необходимо жителям Украины в повседневной жизни. Необходимо поставить больше средств ПВО для защиты мирного населения, потому что очевидно, что текущего количества установок недостаточно. Именно поэтому я призываю весь мир усилить поддержку Украины и поставить Киеву больше систем ПВО. Помимо этого, министр иностранных дел подняла тему поставок дальнобойных ракет «Таурус» для украинской армии, чтобы, далее цитата, уничтожать российские цели глубоко за линией фронта. Однако пока этот вопрос находится лишь на этапе дискуссий в немецком правительстве. В Евросоюзе все-таки утвердили план об использовании доходов от замороженных российских активов. Чистая прибыль пойдет на дальнейшую военную поддержку Украины. Об этом говорится на сайте Совета Европы. Деньги с депозитов будут изымать раз в два года и переводить на счет Европейского фонда мира, из которого Евросоюз и финансирует Киев. Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что принятый Советом Европы план позволит Украине уже в этом году получить до 3 миллиардов евро. Как писал Блумберг, речь идет о дивидендах, полученных с российских счетов уже после 15 февраля этого года. Средства, которые поступили ранее, по данным издания, отложат, например, на покрытие расходов, которые могут возникнуть, если Россия попытается оспорить решение в суде. Всего на Западе после начала конфликта в Украине заморозили активов российского Центробанка на сумму около 260 миллиардов евро. Большая часть этой суммы хранится именно в Евросоюзе. Йеменские хуситы сбили уже второй за неделю американский беспилотник. Об этом заявил военный представитель группировки Яхья Сария. По его словам, дрон поразили ракетой «Земля-воздух» в небе над провинцией Эльбейда на юге страны. 17 мая еще один американский рэпер уничтожили над северо-западной провинцией Мариб, контроль над которой хуситы делят с правительственными войсками. Американские военные потерю техники не комментируют. Хуситы заявляют, что за время нового обострения на Ближнем Востоке с 7 октября прошлого года им удалось сбить как минимум пять тяжелых беспилотников США. Вооруженные силы Йеменов продолжают развивать свой оборонительный потенциал, чтобы противостоять американо-британской агрессии против нашей страны. И продолжают проводить свои военные операции в поддержку угнетенного палестинского народа. Они будут длиться до тех пор, пока блокада не будет снята и не будет остановлена агрессия против сектора газа. Американские беспилотники Reaper совершают полеты на высоте более 15 километров. В Госдепартаменте США заявляли, что ракеты ПВО, способные сбивать такие машины, хуситом поставляет Иран. Йеменские повстанцы атакуют и суда в Красном море. С ноября они совершили более 50 таких нападений. Чтобы снизить их интенсивность, коалиция во главе с США наносит по территории Йемена авиаудары. В Иране тысячи людей вышли проститься с президентом Ибрахимом Раиси. В то же время на месте авиакатастрофы, в которой и погиб глава государства, к работе приступила правительственная комиссия. По итогам своего расследования она должна будет озвучить официальную причину крушения вертолета. О версиях, которые уже прозвучали к этому моменту, в материале Тагира Валиди. На улицах Тибриза, древней иранской столицы и одного из крупнейших городов страны, сегодня мрачно. Портреты лидеров и флаги. В Иране объявлен пятидневный траур. Памятные церемонии прошли также в Сирии, Ливане, Таджикистане, Ираке, Индии, Турции, Пакистане и даже на Кубе. Мы шокированы тем, что потеряли такого человека, лидера, который унизил врагов, Израиль и Америку, и заставил всех гордиться Ираном. Особенно в течение последнего месяца с ним Иран возвысился и стал более великим. Авиакатастрофа с участием таких высокопоставленных лиц вызвала массу спекуляций. В Тегеране воздерживаются от официального объявления причин катастрофы. Однако новостное агентство Исламской Республики сообщило, что вертолет президента потерпел крушение вследствие технической неисправности. Оно также добавило, что вертолет врезался в гору и развалился на части при ударе, не оставив никаких признаков жизни. Спасательная группа из Турции, которая оказывала помощь в поиске места ЧП, отметила, что транспортное средство не подавало сигналов об аварии. Мы проследили за тем, подавал ли вертолет аварийный сигнал. К сожалению, сигнальная система отсутствовала или оказалась неисправной. К сожалению, мы думаем, что, скорее всего, система ретрансляции была отключена или что на вертолете ее не было. Кроме того, авиапарк Ирана очень устарел. А из-за американских санкций в стране дефицит запчастей. Уполномоченные лица в служебной записке настоятельно рекомендовали иранскому правительству приобрести два российских вертолета для своего руководства. Однако это сделано не было. В США отметили, что авиакатастрофа произошла в сложной для полета в зоне при неблагоприятной погоде. Была очень плохая, туманная погода на северо-западе Ирана, где разбился вертолет. Так что это похоже на несчастный случай. Но дело все еще расследуется. Непогоду в качестве вероятной причины крушения вертолета назвал и посол Ирана в Белоруссии Али Риза Самии. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мухаммад Багири распорядился создать комиссию для расследования причин крушения вертолета президента. Военные и технические эксперты сейчас работают на месте катастрофы и уже обнаружили несколько вещей, принадлежащих погибшим. По предварительным данным, это кольцо президента Рейси, которое ему подарил духовный лидер Али Хаминии. К слову, по кольцу опознали и другого иранца, генерала Касема Сулеймани. 3 января 2020 года он был убит в Багдаде в результате целенаправленного удара американских ВВС. Символизм или совпадение? Ряд экспертов высказывает конспирологические версии, согласно которым авиакатастрофа спланирована израильским Моссадом или обусловлена внутриполитической борьбой в самом Иране. Власти Израиля заявили о своей непричастности к гибели президента Ирана. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на неназванного израильского чиновника. Другой же источник агентства сообщил, что внутриполитическая борьба не могла стать причиной покушения, поскольку Совет экспертов Ирана якобы исключил имя Рейси из списка кандидатов на пост духовного лидера уже около полугода назад из-за его низкой популярности среди населения. В любом случае говорить о реальных причинах авиакатастрофы, а также их как внешне, так и внутриполитических последствиях, пока преждевременно. Тагир Валиди, Юрий Петров, Артевяй. В Санкт-Петербурге суд приговорил к 14-ти гадам колонии строгого режима физика из Новосибирска Анатолия Маслова. 77-летнего ученого обвинили в госизмене. Сам он свою вину не признавал. Маслов больше 20 лет проработал заместителем директора по научной работе в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской Академии Наук. Там он курировал аэродинамическое направление. Ученого арестовали еще в июле 2022 года. Его подозревали в передаче Китаю данных о гиперзвуковых технологиях. Дело против него было засекречено и рассматривалось в закрытом режиме. По словам адвоката ученого, в феврале в СИЗО он перенес сердечный приступ, и любой приговор с реальным сроком для Маслова, по сути, является пожизненным. А суд в Москве подтвердил сегодня арест бывшего командующего 58-й армии генерал-майора Ивана Попова. По данным пресс-службы, его заключили под стражу еще 17 мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об аресте военного ранее написали телеграм-каналы. По их данным, речь шла о сумме в более чем 100 миллионов рублей. Это свыше одного миллиона долларов. Эти деньги Попов якобы получил от продажи металла, который в рамках гуманитарной помощи предоставили 58-й армии для строительства инженерных сооружений. От командования этими силами Попова отстранили в июле 2023 года. Сам он это решение тогда связывал с резкими заявлениями о проблемах в армии и критикой в адрес командования. Адвокат Попова заявил Госагентству ТАСС, что его подзащитный свою вину не признает и заключение под стражу уже обжаловано. Арест Попова – это уже третий случай возбуждения уголовного дела против высокопоставленных военных чиновников. Ранее по обвинениям в коррупции были задержаны бывший замминистра обороны Тимур Иванов, а затем и глава отдела кадров военного ведомства генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Шенгенская виза подорожает. С 11 июня размер сборов за оформление вырастет на 12%. Об этом сообщили в Словацком МИДе. Для взрослых плата за краткосрочную визу составит 90 евро, для детей до 12 лет – 45 евро, а для самых младших – до 6 лет. Шенген останется бесплатным. Еврокомиссия пересматривает стоимость оформления документов каждые три года, исходя из инфляции и средних зарплат госслужащих в Евросоюзе. Шенген для россиян значительно подорожал в 2022 году, когда было приостановлено соглашение об упрощенном порядке выдачи виз. За прошлый год было подано 520 тысяч заявок. Это минимум за последние 10 лет. Ну а в Германии стартует процесс над группировкой так называемых «рейхсбюргеров». 9 предполагаемых лидеров ультраправых обвиняются в заговоре с целью свержения власти в стране. Разбирательство проходит во Франкфурте. Для заседаний по делу, чтобы вместить всех адвокатов, свидетелей и журналистов, даже возвели специальное временное здание. Среди подсудимых – бывшие офицеры Бундесвера, экс-депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», а также 71-летний отпрыск дворянского рода «Ройс» – принц Генрих XIII. Именно он, по данным следствия, видел себя новым главой государства. Сам он от общения с прессой отказывается. Адвокаты заявляют о невиновности своего подзащитного. Его представляют здесь страшным чудовищем, главарем и предводителем всей этой истории. Но это совсем не так. Истерию нагнетают средства массовой информации. И это неправильно. Но мы это исправим. Так что он не лидер, не главарь и не член террористической организации. В планы группировки, как сообщается, входил вооруженный захват парламента, арест политиков и формирование нового правительства. За образец предполагаемые заговорщики взяли кайзеровскую Германию. Правые экстремисты надеялись на поддержку армии и полиции во время беспорядков, которые, по их мнению, должны были последовать. По сведениям прокуроров, у девяти подозреваемых нашли полмиллиона евро наличными. 380 пистолетов, почти столько же единиц холодного оружия и около 150 тысяч патронов. В основу своей идеологии, как говорят правоохранители, члены группировки заложили целый букет из теорий заговора. Среди них так называемый культ канон. Также они полагают, что Германией управляют представители так называемого глубинного государства. Кстати, эту теорию годами отстаивают многие праворадикальные сторонники Дональда Трампа. В Варшаве объявили о задержании девяти граждан Украины, Белоруссии и Польши. Их подозревают в организации диверсий по заданию России. По словам премьера Дональда Туска, арестованных, в частности, обвиняют в совершении поджога на лакокрасочном предприятии возле химзавода в окрестностях Вроцлава. Также на счету подозреваемых попытки совершить диверсии в других странах Европы – Литве, Латвии и Швеции. Россия заявления польских властей пока не комментировала. Напомню, несколькими неделями ранее в Варшаве сообщили о задержании гражданина Белоруссии. По данным следствия, он организовал нападение на соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Преступление было совершено в предместе Вильнюса. И, как утверждают прокуроры, атаку координировали российские спецслужбы. Спасибо за ваши слова. Поддержьте. Спустя практически восемь недель после столкновения контейнеровоза «Дали» с мостом Фрэнсиса Скотта-Ки судно наконец-то с помощью пяти буксиров удалось вернуть в порт Балтимора. Транспортировка заняла около двух часов. Сухогруз пробудет в морском терминале как минимум несколько недель, после чего его отправят на ремонт в Норфолк, штат Вирджиния. Контейнеровоз врезался в мост 26 марта предположительно из-за сбоя в электрооборудовании. В результате большая часть сегментов конструкции была разрушена, а шесть человек, это рабочие, проводившие ремонт на проезжей части, погибли. Обрушение моста заблокировало часть судоходства в Балтиморе. По оценкам местных властей, восстановление моста обойдется в 2 миллиарда долларов и займет более четырех лет. Ожидается, что канал снова откроют для судоходства уже в конце мая. Китай ввел санкции против бывшего члена Конгресса Майка Галлахера за поддержку Тайваня. Политику будет запрещен въезд на территорию КНР, а его активы в стране заморозят. В черный список Галлахера добавили на следующий день после инаугурации нового главы островного государства. Подробности в сюжете Дмитрия Лобанова. В Тайване стартовал новый политический цикл. Накануне в Тайбэе присягу принял избранный в январе президент Лай Цинде. Впереди у него непростые четыре года, о чем демократ рассказал в своей речи. Главная угроза, по его мнению, исходит прежде всего от Китая. Сограждане, стремясь к идеалу мира, мы не должны питать никаких иллюзий. До тех пор, пока Китай не откажется от намерений применения против Тайваня силы, все мы должны понимать, что даже если мы полностью примем позицию Китая и откажемся от своего суверенитета, стремление Китая аннексировать Тайвань просто так не исчезнет. Противостоять давлению КНР должны обширные вливания в безопасность Индотихоокеанского региона, а значит и Тайваня со стороны США. Вмешательство Вашингтона сильно нервирует официальный Пекин, который считает Тайвань частью своей территории. Независимость Тайваня – это тупик. Неважно, под каким именем и под каким предлогом стремление к независимости Тайваня обречено на провал. Китай должен добиться воссоединения. Такова тенденция нашего времени, которую не остановит никто и никакая сила. Мы хотим сказать представителям США, что тенденция времени не стоит на месте. Те, кто следует ей, будут процветать, а те, кто идет против нее, погибнут. Впрочем, настоящие страсти в эти дни разворачиваются в парламенте Тайваня. Сейчас там заседают две силы – правящая демократическая прогрессивная партия и оппозиция в лице прокитайского гомендана. 17 мая обстановка в законодательном юане накалилась до предела. Консерваторы пытаются продвинуть реформы, которые дают парламенту больше рычагов контроля над правительством. Рассмотрение предложения переросло в настоящую драку. Демократы буквально штурмовали трибуну. Один из депутатов и вовсе решил сорвать слушание, просто убежав из зала законопроектом в руках. Различные акции продолжаются и на этой неделе. Противники спорного закона пытаются сэботировать работу парламента и выходят на улицы. Многотысячная демонстрация студентов вчера прошла в Тайбэе. 17 мая в парламенте мы видели, как депутаты заблокировали все входы, чтобы другие законодатели от демократической прогрессивной партии не могли пройти, выступить или проголосовать. А во время голосования они попросили законодателей поднять руки, способ который не использовался очень давно. Это потому, что они не хотят брать на себя ответственность. Я думаю, что это очень плохо. Однако у Гуминьдана в коалиции Станьбаньской народной партии как раз есть большинство голосов для продвижения закона. А значит принятие документа о расширении полномочий парламента, несмотря на крики, лишь вопрос времени. Дмитрий Лобанов и Антон Сухоруков, RTVI. Тем временем власти Китая продвинулись еще на один шаг в своем стремлении добиться полного запрета протестного гимна «Слава Гонконгу». Песня появилась во время массовых демонстраций 19-20-го годов, когда гонконгцы протестовали против ограничения прав и сокращения автономии региона. Она быстро набрала популярность и стала гимном, который начал затмевать о специальной. Интернет-поисковики чаще всего выдавали славу Гонконга на запрос о гимне города. В 2022 году ее по ошибке включили перед матчем по регби, где играла гонконгская команда. Власти КНР к подобному относились негативно. Вначале мелодию запретили публично исполнять в Китае, потом потребовали от Google выдавать в верхних строчках поиска ссылки на китайский гимн. После отказа компании перешли к судебным запретам. Тяжба продлилась год и завершилась в пользу Министерства юстиции. Постановление суда вводит запрет четырех конкретных действий в отношении этой песни. Мы отмечаем, что ссылка на нее не отображается ни на одной местной платформе. Такие же результаты выдает и поиск Google. Мы будем следить, чтобы постановление суда исполнялось неукоснительно. И если будут случаи нарушения, мы уведомим об этом интернет-платформы. Возможность преследовать гонконгцев за протестные песни власти Китая получили после принятия в 2020 году закона о национальной безопасности для Гонконга. В марте его одобрили и лояльные КНР депутаты парламента города. Нынешний глава администрации Джон Ли заявил, что документ позволит, далее цитата, «бороться с попытками сеять смуту». Ну а главный международный аэропорт Гаити возобновил работу после того, как местные банды месяцами пытались взять его штурмом. Первый рейс отправился из Порта Пренса в Майами и был организован гаитянской авиакомпанией. Ожидается, что в середине лета свои полеты запустят еще и американские перевозчики. Означает ли это возвращение Гаити к мирной жизни, разбиралась Дарья Петрачкова. Спустя три месяца вооруженных беспорядков гаитяне наконец-то получили шанс на выезд из страны и воссоединение с родственниками. Бандитские группировки прекратили свои налеты на столичный аэропорт. И небо над Гаити вновь открыто для полетов. Тысячи людей хотели передвигаться, но не могли этого сделать. Но теперь мы довольны. Мы долго ждали открытия аэропорта. Сердцем, наполненным радостью, я говорю спасибо Богу и всем правительствам. Благодаря им возобновилась работа аэропорта. Сейчас они предоставили мне возможность рискнуть и отправиться в город Кап-Айтиен. Аэропорт Порта Пренса закрылся еще в начале марта, почти сразу после того, как бандиты взяли под контроль столицу. С тех пор в стране работал лишь один аэропорт – в прибрежном Кап-Айтиене. Однако поездка до него оборачивалась для большинства гаитян смертельным исходом. Преступники часто обстреливали машины и автобусы, проезжающие по главным дорогам этой части острова. Правительство страны надеется, что возобновление полетов решит еще и проблему острого дефицита лекарств и предметов первой необходимости. Как сообщает Международная неправительственная организация «Спасите детей», почти 80 тысячам детей Порта Пренса грозит голодная смерть. Все они на протяжении последних месяцев страдают от недоедания. Если я и покупаю еду, то обычно это картофель, мука или детское питание Гербер. Иногда, если у меня есть деньги, я даю ему молока. Небо над Гаити пускай открытое, но отнюдь немирное. В ожидании кенийских войск, призванных подавить беспорядки, повстанцы Гаити запасаются оружием и приобретают все более угрожающий облик. Предводитель одной из самых влиятельных банд, 26-летний Вилаш Дэдай по кличке Изо, даже забросил свое хобби. Раньше он писал рэп и постил клипы в соцсетях, однако теперь на его страницах одни лишь видео с оружием и в камуфляже. В те же дни, когда Дэдай начал активно менять свой имидж, президент Колумбии объявил о крупной краже с военных складов страны. «Среди украденного боеприпасы – взрывчатка, гранаты и ракеты. Они ушли, вероятно, в Гаити, который находится в семи часах езды на катере от опустошенной военной базы». По словам Петра, военное снаряжение попало в руки гаитянских преступников через международный черный рынок. Однако этот склад – всего лишь удачный случай. У банд есть и постоянные поставщики. «Сама страна не производит ни одного пистолета или пули, и почти все они привозятся из Соединенных Штатов. Большая часть – непосредственно из порта Майами. Остальная поступает через Ямайку или Доминиканскую республику». Большую часть оружия повстанцы приобретают во Флориде, Аризоне и Джорджии. Именно в этих американских штатах закон об огнестрельном оружии наименее требовательный, что, конечно, на руку контрабандистам. При помощи соцсетей Дэддай, который скоро, наверное, превзойдет знаменитого барбекю, не только создает образ опасного бандита, но и вербует мирных жителей. В своем уже заблокированном ТикТоке ИЗО несколько месяцев выкладывал ролики с воодушевляющими призывами для новобранцев. В них он рассказывал, почему людям стоит пополнить ряды группировок и, кажется, ход удачный. С учетом, что многие гаитяне сейчас сталкиваются с голодом. За долбан всегда есть еда и деньги. Как сообщает правозащитная группа Plan International, больше половины участников группировок – это несовершеннолетние. Из-за усилившейся боеспособности повстанцев ООН опасается, что кенийским миротворцам, которые войдут в Гаити в ближайшие недели, будет гораздо сложнее урегулировать конфликт. Дарья Петрачкова, Максим Давыдов, RTVI В Сеуле сегодня стартовал двухдневный саммит, посвященный безопасности в сфере искусственного интеллекта. Его организаторами выступили сразу два государства, принимающие форум Южная Корея, а также хозяйка первого подобного мероприятия – Великобритания. По данным Guardian, долгое время стандарты безопасности в сфере искусственного интеллекта носили по большей части добровольный характер и не были должным образом регламентированы, за что подвергались критики. Накануне премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунок заявил, что обязательства по соблюдению этих стандартов на себя уже взяли 16 международных фирм. Речь идет в том числе о прозрачности и подотчетности планов по дальнейшей разработке новых технологий. Среди подписантов есть и американская компания OpenAI, которую только сегодня обвинили в незаконном использовании, а точнее копировании голоса для озвучки бота-нейросети ChatGPT. Иск в суд планирует подать популярная актриса Скарлетт Йоханссон. После выхода фильма «Она», где голосом актрисы разговаривает искусственный интеллект, OpenAI предложили Йоханссон сотрудничество, но та отказалась. Несмотря на это, в боте все равно используется голос, очень похожий на тот, что звучит в фильме. Продолжим тему с писателем и автором телеграм-канала «Цетелькастен» и «Персональные базы знаний» Рустамом Агамалиевым. Рустам, приветствую вас. Добрый вечер. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам, что согласились прокомментировать. Для начала скажите, пожалуйста, о каких стандартах безопасности в сфере искусственного интеллекта как раз идет речь, помимо той самой прозрачности, о которой я уже только что сказал. Ну, на самом деле их достаточно много. Первое, самое важное, это этичность, что является этичным, что неэтичным, какую информацию может наэросеть выдавать, какую не может выдавать. Второй элемент – это конфиденциальных данных. Кто хранит, что хранить, где хранить, как хранить. Ну и дальше уже такие надстройки, такие как ответственность, например. Например, компания должна нести ответственность за… Внутри компании должны быть определены лица, которые несут ответственность за то, что выдают их нейросеть. Должна быть безопасность для пользователей. Что это такое? Как бы, например, избегание… Нейросеть должна избегать создавать какой-то вредоносный контент, который может нанести бред и ущерб здоровью, если вдруг что-то она скажет, что можно собрать какое-то неинтересное устройство, или финансово может человек пострадать. То есть, как бы, вопросы безопасности связаны, в первую очередь, с этикой, с финансами, с конфиденциальностью данных, на мой взгляд. Ну вот смотрите, к слову об этике. Риши Сунок сказал про 16 международных фирм, которые согласились соблюдать эти самые стандарты. Но, с другой стороны, даже по случаю со Скарлетт Йоханссон, мы видим, что договориться играть по этим правилам, исследовать им – это немножечко две разные вещи. Насколько вообще международное регулирование в этой сфере возможно? Мне кажется, что на данный момент возникает невольная аналогия, а как регулировать интернет? Это же по большому счету та же самая проблема. Регулировать интернет – это сложная задача. Регулировать искусственный интеллект, либо нейросеть – это еще более сложная задача. Есть компании, которые решают так или иначе эти задачи. Например, Google, OpenAI, Anthropic – три самых больших на данный момент и обладающих наиболее развитой моделью нейросети. Они пытаются решить этот вопрос, но из моего опыта, из того, что я вижу сейчас, они могут как-то ограничить вредоносный контент. Они могут как-то запрограммировать алгоритм таким образом, чтобы он не давал контент, который может действительно быть помечен с пометкой harmful, вреден, неполезен, либо еще что-то. Но дальше возникает уже очень много вопросов. Как отрегулировать действия? Кто несет ответственность? Мы говорим даже на уровне компаний, не переходя на уровень государства. Государство сложно будет отрегулировать это действие. Я, по крайней мере, не вижу адекватных решений, кроме как забанить, но это не решение. Это, скажем так, попытка отсрочить неизбежное. Ну и в продолжение как раз темы. Совсем недавно в США был скандал, когда, по сути, по сети гуляли десятки фейковых фотографий, на которых в том числе темнокожие избиратели якобы поддерживают вероятного кандидата в президенты Дональда Трампа. Потом был известный случай с Кейт Миддлтон. Кто-то перепроверит происхождение всех этих либо фейков, либо нет. А на кого-то это действительно может повлиять. Вот в этом смысле, насколько реальную угрозу искусственный интеллект уже представляет для общества сегодня? Это, на самом деле, вполне закономерный вопрос. И я хочу небольшую аналогию привести. Если у нас до того, как появилась, наверное, сеть, такая как ChargerPT, Gemini и Anthropic, было какое-то большое, невообразимо большое количество информации и контента, но оно было конечным. Сейчас оно буквально, в смысле слова, стало бесконечным. И вот здесь вопрос, что из этого контента является настоящим, а что является ненастоящим, это как бы сложно определить. Более того, фейковый контент, ну, положа руку на сердце, мы и раньше-то генерили, вполне спокойно справлялись без нейросетей. Но с нейросетями действительно это стало делать легче. Можно вспомнить, как Райан Гослинг учит машинному обучению, а там ни секунды нету настоящего Райан Гослинга, и даже его голоса нет. Это все полностью сгенерированная модель. И есть риск. Серьезный ли он? Огромен. Просто, на мой взгляд, это просто огромный риск. Но стоит ли его бояться? Я думаю, что нет. Стоит подходить здраво к тому, что будет появляться в сети, и действительно смотреть на всю информацию, которая так или иначе попадает в поле нашей видимости, через призму здравого смысла. Но, как говорил Вольтер, здравый смысл не такой уж и здравый. Вот смотрите, нашему здравому смыслу соцсети и нейросети уже в некотором смысле угрожают. Вот уже сейчас текст, созданный нейросетью, не всегда получается отличить от человеческого, ну или голос. И вот есть опасение, что в будущем историю будет писать уже не человек, а именно компьютер. Насколько мы сейчас близки или далеки от этой точки, когда вот все это станет возможным, на ваш взгляд? Мне кажется, что мы уже переступили этот порог. Если до того, как появилась нейросеть Чарджи Пяти, история человека принадлежала исключительно человеку, а, собственно, история человека написана по большому счёту словами, те самые деньги, которые мы осуществляем в расчётах, это не более чем бумажки. А смысл этим бумажкам задаёт человек своими манипуляциями, своими мыслями относительно их. И раньше мы писали эту историю. Теперь же, когда появилась нейросеть, которая может оперирует языком значительно лучше подавляющего большинства людей нашей планеты, может тоже создавать историю. И вот здесь возникает вот какая интересная дихотомия. не человек и машина, или машина, а человек и машина. На мой взгляд, история из сугубо человеческой в какой-то момент станет историей, написанной человеком и машиной. И вот здесь вот я и в своей книге про это говорил, что человек с машиной может гораздо большего, чем каждый из них по отдельности. Поэтому, на мой взгляд, история будет писаться совместно и человеком, и машиной. Человек будет многие вещи интерпретировать и переинтерпретировать. А машина местами будет давать оригинальные, неожиданные и уместные решения, применение которым человеку ещё предстоит найти. Рустам, спасибо. Ну и в частности, за такой оптимистичный прогноз. Развитие искусственного интеллекта и потенциальные угрозы этого для человечества обсуждали с писателем и автором телеграм-канала ЦТЛ Кастен и персональной базы знаний Рустамом Агамалиевым. Ну а этим вечером в Лондоне объявят лауреата Международной Букеровской премии. Престижные литературные награды отмечают лучшие художественные произведения, переведённые на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Выигрыш в 50 тысяч фунтов стерлингов делят между автором и переводчиком. В шорт-лист этого года вошли шесть книг. По словам председателя жюри, канадской писательницы Элеоноры Вахтель, произведения отражают современные реалии глобального насилия и экологической катастрофы. И тем не менее она называет список косвенно-оптимистическим. В работах писателей оригинальным образом переплетаются личные переживания и окружающий контекст. Я не могу давать никаких прогнозов. Я бы, может быть, как ни странно, выделил бы аргентинскую писательницу Сельва Альмаду. Именно роман. Он называется «Ней река» и в центре события, которые происходят на рыбалке с главными героями. Это, пожалуй, наиболее спокойное произведение из тех, которые представлены в этом списке. В связи с этим спокойствием мы учитываем, что «Букерский приз», так же, как и многие другие литературные премии, обращают внимание на наиболее важные, серьёзные социальные или политические проблемы. Может быть, Сельва Альмада довольно сильно отличается от других авторов, которые представлены в шот-листе. Ну и, кроме того, как мне кажется, книга «Янте постума», то, о чём бы я предпочитал не думать, также заслуживает всяческого внимания. Это произведение, этот роман вписывается в тот тренд психологической литературы последнего времени, которая обращается вот к тем травмам, переживаниям, которые зависят от семьи или от окружения, и к которым обращается человек уже с некоторой временной дистанции, для того, чтобы понять, каким образом они на нём сказались. В этом смысле, да, можно сказать, это нынешняя каноническая европейская или западная проза. В преддверии церемонии организаторы опубликовали серию короткометражных фильмов, в которых известные исполнители читают отрывки из лучших произведений этого года. Так певица Дуа Липа представляет роман «Детали» шведской писательницы Ии Генберг, а сыгравший в «Короне» и «Игре престолов» в Тобиас Мэнзис читает три поколения железнодорожников южнокорейского автора Хван Сок Йона. В пригородах японского города Кагасима началось извержение вулкана Сокудзима. По данным сейсмологов, оно началось около половины второго утра по местному времени, однако обошлось без жертв. Жители города наблюдали за происходящим с безопасного расстояния из окон своих домов и даже на вершине холмов. Нынешнее извержение Сокудзимы стало уже семнадцатым по счету с начала этого года. Сейсмологи это объясняют специфическим ландшафтом местности. По их словам, это извержение было вовсе не последним в 2024 году. Это был большой ньюсток. Итоги вторника вместе с корреспондентами РТВА подводил Юрий Кукин еще больше новостей в телеграм-канале РТВА и на нашем ютуб-канале. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова